Всем здрасте, поздравляю вас с наступившим праздником профессионального программиста, в том числе международным днём дурака. На больший розыгрыш я сегодня не способен, я ломал голову, чтобы такое сказать в нашем относительно непрямом эфире и решил, что ничего делать не буду на этот счёт, а это старые лекции. Поэтому давайте лучше перейдём к теме, а разыгрывать друг друга будем в каком-нибудь другом месте, так уж вышло. Так вот, значит тема наша нынче это стиль программирования и я постараюсь достаточно времени уделить тому, что бы рассказать, что у нас ожидать в семестровом проекте. Потому что на самом деле вторая тема семестрового проекта, вы могли заметить, что по прошлой лекции не было домашнего задания. Вот, то есть мы с вами потихонечку делимся на эти самые группы, ну вот об этом в конце лекции поговорим. Несколько слов про стиль программирования и вообще дисциплине разработки в стиле, так сказать, в жанре бла-бла. Когда вы занимаетесь совместной разработкой, то есть даже не так, когда вы занимаетесь разработкой для самого себя, даже тогда, следуя некоторому стилю и соблюдение некоторой дисциплины разработки, вам в общем помогает в жизни. Если вы не совершенно отвязный хакер, который пишет что хочет и когда он не чувствует, что он может писать что хочет, у него наступает творческий кризис. Да, вот если вы не такой, то скорее всего, скорее всего, поддержка некоторого стиля документирования и стиля программирования кода вам поможет работать с проектом больше чем один день. А вот, я даже больше того скажу, на самом деле это такой частный вариант, вырожденный вариант совместной разработки. Просто люди, с которыми вы совместно разрабатываете, это вы сам только через какое-то определенное время прошедшее. Вот, то есть к дисциплине разработки можно относиться как к такому инструменту поддержания вашего кода в порядке достаточном для того, чтобы вы и ваша команда могли с ним работать хорошо. Слово достаточно здесь ключевое. Вот, это означает, что дисциплина это такая штука, которую нарушать можно, но нельзя. В смысле ее нарушать можно, никто вас расстреливать за это не будет. Вот, но каждое нарушение должно быть оправданным. Об этом мы еще чуть-чуть поговорим. Здесь вот не написано, но мне пришло в голову, что имеет смысл сказать про то, что может входить в дисциплину разработки, кроме стиля программирования, то есть стиля оформления кода. Помимо стиля оформления кода, который у вас может быть заинфорсен тем или иным способом, в дисциплину разработки может входить также дисциплина ведения репозитория, то есть оформление коммитов. Мы про это уже много говорили и это тоже очень важная штука. Вот, в случае совместной, не так, в случае, когда вам нужно разобраться в истории разработки, например, совместный или, например, свой собственный репозиторий давнишний изучить, разумные, грамотные коммиты и хорошо написанные коммит-месседжи очень облегчат вам жизнь прямо вот с неба и земля. Да, дисциплина ведения репозиторий. К дисциплине может относиться некоторая дисциплина ведения переписки в тех информационных пространствах, которые вы ведете. Вот, сейчас это очень модная тема, очень много скандалов развивается на тему того, что человек что-то не то сказал публично, там, кто-то может обидеться, никто не обиделся, но обиделись те, которые подумали, что другие могут обидеться, вот это вот все. Здесь мое мнение такое, что мне кажется, что это все немножко овер, слишком преувеличено, вот, потому что главная тема вообще какой бы то ни было дисциплины, это повышение эффективности того труда, дисциплину которого вы вводите. Если вы вводите дисциплину, от нее в основном рук не распространяется, то это плохая, негодная дисциплина. Если вы вводите дисциплину и в результате все молча начинают выполнять большое количество бессмысленной работы, это тоже плохая, негодная дисциплина. Главная фишка дисциплины это повышать эффективность, дисциплина разработки это повышать эффективность разработки, и в частности за счет хорошей читаемости кода, истории кода, вот этого всего. Вот, значит возвращаемся собственно к дисциплине разработки как стилю. Вот, в частности, когда вы пишете код сообразно некоторым правилам, его проще анализировать всякими статическими анализаторами, если ваш проект большой, это может быть немаловажной частью вашей работы, вот, потому что это повышает вероятность того, что код пишется надежно. Но, вторая важная составляющая дисциплины разработки, это ее социальная роль. Здесь даже важно не то, что вы одобряете или не одобряете какой-то стиль, который в данном сообществе принят. Здесь важно то, что пиша в этом самом стиле, вы неформально... Да, совершенно справедливо, вот тут Андрей замечает, что повышение, не повышение, а увеличение количества всяких требований к дисциплине, может вызвать эффект бешеного принтера, потому что отклонение от дисциплины тем больше, чем больше пунктов в самой дисциплине, обсуждение отклонений в дисциплине тем больше, чем отклонений, вот, ну и, соответственно, дальше пошло-поехало. Вот, поэтому еще раз, цель дисциплины это повышение эффективности того труда, дисциплину которого вы вводите. Точка. Никаких других целей у нее нету. Даже модной нынче цели быть вежливым и никого не обижать, и вот это все, на самом деле нету тоже. Вот. Это отдельная тема, которую я бы обсудил не в лекции, вот, поэтому едем дальше. Итак, социальная роль дисциплины. Это ситуация, когда вы не просто принимаете или осуждаете некоторую полиси, который принят в сообществе для разработки, но еще и своим наглядным примером поддерживаете, демонстрируете свое согласие, это полиси разделять. Даже если вы там, она вам не очень приятна. То есть человек, который приходит в команду и говорит, смотрите, я пишу код, как у вас тут принято, я поддерживаю общественные правила, тем самым демонстрирует некоторый общественный договор с этим самым сообществом, вот, в котором, говорит, я, возможно, думаю по-другому, я не привык писать комментарии, я не привык там то, я не привык все, но для того, чтобы нам вместе лучше работалось, давайте этой дисциплиной придерживаться, я согласен, мне не сложно. Вот. Альтернатива. Человек говорит, нет, я не буду делать, как вы сказали, кто мне тут, вы мне не указ, я буду писать сам, как хочу, я буду именовать свои переменные так, как мне вздумается, вот, и тем самым он вообще говоря демонстрирует сообществу, что он не готов с нему взаимодействовать. Потому что, ну, фиг с ним с переменными, переменные это просто. Но дальше же может возникнуть ситуация, что я не буду там пользоваться этой функцией, она мне не нравится, я не буду вам писать эту функцию. Ну, короче, как только человек демонстрирует свою способность не соглашаться с мелочами, да, он демонстрирует также свою, в общем, относительную непригодность для сообщества, ну, или, скажем так, специфическую пригодность, да, такие люди сообществу, конечно же, нужны, но их надо уметь использовать. Социальная роль. Важно понимать, что дисциплина разработки – это не догма. Это, кстати, довольно часто встречающаяся ошибка. Мы про нее еще отдельно поговорим, когда будем говорить про хаб-гоблинов. Значит, у нас сегодня будет разговор про хаб-гоблинов, это не первоопрестская шутка. Так вот, мы, когда договариваемся о том, как правильно вести дисциплину, имеем всегда в виду, что введение дисциплины программирования – это средство достичь эффективности, и в тех местах, где эффективность достигается отклонением от дисциплины, мы по договоренности отклоняемся от дисциплины, ничего преступного в этом нету совсем. Если кто-то, возможно, не знает, римское афоризм «исключение» подтверждает правило, означает буквально следующее, что мы не знаем, существует ли точно правило. Ну, наверное, оно существует. Но тот факт, что некоторый поступок или некоторые события мы явно воспринимаем как исключение из этого правила, говорим, слушайте, ну вот так на самом деле нельзя, но окей, это исключение. Значит, правило так на самом деле нельзя существовать, даже если оно не собрано воедино и не оформлено в виде некоторого высказывания. Относительно того, о чем мы сейчас говорим, максимум исключения подтверждают правило, означает буквально следующее. Мы можем в полисе явно четко не прописать, что так не делается. Но как только мы сталкиваемся с ситуацией, что так вообще-то не делается, но окей, сделаем исключение, это означает, что мы продолжаем исполнять вот этот общественный договор, продолжаем работать в рамках некоторой дисциплины, даже если мы... Я надеюсь, что там все прошлось, значит, речь идет о том, что исключение подтверждают правило, это означает, что правило может быть формально не сформулировано, но если мы нечто воспринимаем как исключение, значит, правило точно есть. То есть далеко не все, это вот к вопросу, к замечанию Андрея, относительно того, далеко не все, что у вас входит в так делают и так не делают, далеко не все нужно на бумаге включать, ну в смысле в букве включать в дисциплину, потому что есть вещи, о которых люди могут договориться. В какой-то момент сообщество питона стало таким большим, что оно стало делиться на некоторые более мелкие сообщества, мы, кстати, с таким будем встречаться с вами еще, вот, и вот это сообщество называется PCQEI, вот, где QA, это не QA, а PCQEI, расшифроваться как quality, сейчас скажу, что, association, давайте найдем, quality authority, вот, Python code quality authority, значит, что это такое? Это сообщество разработчиков, это ребята разработчики, которые пилят всевозможные, всевозможные инструменты для как раз анализа питоневого кода, диагностирования каких-то отклонений от норм, статический анализатор и вот это вот все. Вот, поскольку цель у них общая, они решили притусоваться вместе, тут вот видите, я тут даже поглядывал на их проекты, которые тут существуют в количестве, вот, вот, и вот про них-то я как раз немножко расскажу сегодня, заодно поучим всеми пользоваться. Один из самых первых пепов, смотрите, он восьмой, он, правда, у него довольно много редакций, но он 2001 года. Один из самых первых пепов в питоне был посвящен как раз стайл-гайду по кодированию, вот, это довольно большой развесистый пеп, смотрите. Большой. Я специально так быстро проматываю, потому что есть русский перевод, поскольку лекция у нас на русском, мы лучше вот по-русскому почитаем. Вот. Значит, достаточно неплохой перевод на русский этого пепа, я не буду его далеком пересказывать, я прочту, грубо говоря, заголовки и попробую донести до вас мотивацию, почему требования, ну, скажем так, рекомендации к оформлению кода такие. Значит, отступы. Долго думали и решили, что лучше всего использовать четыре пробела для отступа. Это с одной стороны достаточно хорошо видно, с другой стороны в современном коде вы, если вы написали такой код, что, это, кстати, общее правило про отступ, если вы написали такой код, что количество отступов вас выбивает за правый край экрана, значит, вы бы написали что-то плохое, плохо читаемое, непонимаемое, уровень вложенности слишком большой. Вот эти самые четыре пробела, это как раз очень хороший показатель, что в вашем коде, если ступенька эта отъехала слишком далеко вправо, значит, что-то вы перевложили. Для справки, например, в соглашениях о оформлении кода в ядре Linux отступ это восемь пробелов, точнее, одна табуляция. Но там программируют на C, и понятное дело, что код на C, если вы его сделали слишком вложенным, он гораздо более страшный и ужасный и плохо читаемый, чем код на питоне. В питоне четыре пробела. Вот, значит, про табуляцию у нас уже был разговор немножко в чатике. В общем, символ табуляции – это зло. Его надо, в случае питоновского кода, его надо изживать, и, соответственно, символом табуляции не пользоваться. Во втором питоне, когда принималось этот пеп, во втором питоне была возможность смешивать табуляции и пробелы в одном и том же коде, и это был адский ад, потому что, я так думаю, большинство из здесь присутствующих не знают, что по умолчанию табуляция – это восемь пробелов, точнее, даже не восемь пробелов, а перемещение курсора на знака места, позиции которой кратно восемь. Некоторые считают, что четыре, например. На самом деле символ табуляции – это просто один символ, и он должен как-то интерпретироваться. Избегайте табуляции вообще. Максимальная длина строки. Есть два подхода. Первый подход состоит в том, что она должна быть не шире 80, точнее, уже 80 символов. Он слегка такой… идет в разрез к современным принципам оформления кода, потому что, во-первых, нынче мониторы широкие и далеко… То есть вы не встретите человека, у которого есть ограничение по ширине 80 символов, так как это было 20 лет назад, когда программировали, допустим, на терминалах аппаратных. Аппаратные терминалы были шириной 80 символов. Однако слишком сильно увеличивать ширину кода шире 80 символов тоже не надо, потому что может возникнуть соблазн все написать в одну строчку, и это все написано в одной строчке, будет плохо видно. Поэтому PEP рекомендует 79 символов. Я видел рекомендации 100 и даже 120. 120 точно многовато. Я видел код, написанный с рекомендацией 120 символов ширины. В общем, смотрите сами, но при прочих равных, если вам все равно, используйте 79, читать будет удобнее, я гарантирую. Пустые строки. Поскольку код на питоне очень плотный, плотнее питона, в общем, не так много языков программирования, ну, хаскель плотнее, например. Вот. То пустые строки добавляют воздуху в код и очень правильно отделять пустыми строками, ну, например, функции, например, классы, например, определения в классах, а сами классы иногда даже двумя строками отделяются друг от друга, чтобы было хорошо видно или там секциями. Значит, пустые строки, важная вещь, с помощью них вы можете организовать код более читаемо, а читаемость, как мы помним, из дзена питона, да, у питона, readability counts. Кодировки, слава богу, мы можем на это не смотреть. У нас УТФ. Вот. Обратите внимание, что рекомендации на импорт рекомендуют не использовать вот такие вот импорты через запятую. Вот. А рекомендую делать вот так вот, ну и, соответственно, делать вот так. Почему? Не знаю. Вот тут не знаю. Я думаю, чтобы не получалось, что вы в одном импорте написали импорт, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а потом вот одну строчку, одно слово из этих 20 не заметили, еще раз написали этот импорт, потом еще раз, ну, понятно, да. В строке очень трудно глазами выцепить, какой импорт вы делали, какой нет. Рекомендуется та же группировка этих импортов по типу использования. Довольно много посвящено пробелам. Пробелы, так же, как и пустые строки, даже еще сильнее, чем пустые строки, придают коду читаемости. И здесь очень важно не переборщить. Как видите, Гвиды исходят из того, что пробелы вообще это хорошо, ну, потому что любой воздух в коде на бетоне, он полезен. Вот. И сразу начинается рекомендация того, куда пробелы не ставить. Вот. Да? Они не ставятся после скобок, они не ставятся перед двоеточами, они не ставятся перед скобками, когда вы делаете вот так. Вот. Не рекомендуется делать вот так. Это, правда, некрасивая штука. Она может привести к неприятному чтению. Ну, потому что тут важно очень понимать, как кто читает код. Вот если вы ориентированный на язык человек, то есть если вы воспринимаете код, как некую запись на языке, который вы переводите на русский, да, то вот такая запись будет считаться как х равно 1. А вот такая запись будет считаться как х равно 1. И вот это которая у вас в мозгу будет звучать в этот момент, оно, конечно, очень путает. Вот. Мне не очень страшно это, но я могу понять, почему это так. Вот. Ну и дальше там другие расстановки пробелов. Обязательно окружайте арифметические операции, пробелы, операции присваивания. Здесь пробелы не нужны, в общем-то. Ну и так дальше. Нет, смотрите, в GnuCodingStyle перед именами функций пробелы есть. В Python, если я не ошибаюсь, перед именами функций про пробелы ничего не сказано. А, нет, сказано. Да, это противоречие GnuCodingStyle. И, в общем, я понимаю питоновцев, и я не понимаю GnuCodingStyle. Вообще, в GnuCodingStyle довольно странная штука. Ну, как, не довольно странная штука, а специфическая штука. Вот, мне, если говорить про GnuCodingStyle, гораздо ближе к GnuCodingStyle. Но мы сейчас разговариваем не про это. Да, это противоположность, отвечаю на вопрос Андрея. Что еще? Попружение пробелы. Комментарии. Значит, про комментарии надо сказать вообще отдельно сначала их идеологию, а потом уже про оформление. Давайте вернемся вот сюда. Про комментарии. Комментарии. Значит, комментарии внутри кода совершенно отдельная тема, очень важная на самом деле, которая заключается вот в чем. Вы, наверное, вот за время работы с питоном оценили, как удобно читать лаконичный код на питоне, в котором мало кода, решающего некоторую задачу. И как неудобно читать многословный код на питоне, в котором та же самая задача решается большим количеством операций, отчасти бессмысленных. Вот. Не знаю, оценили ли вы, я точно оценил, потому что я читал много и такого, и сякого кода. В том числе в прошлом семестре, например. Да. Наличие комментариев, то есть дополнительной текстовой нагрузки в коде. И это всегда компромисс между наличием дополнительной текстовой нагрузки, которой надо пробегать глазами, вот, и приданием коду дополнительного смысла, то есть пояснением семантики того текста, который работает. У вас, может, написано некоторый кусочек кода, из которого совершенно непонятно, почему он такой. Да. То есть, зачем вообще сюда вставили такой кусочек кода или по какой причине он там возник, да, о целях и задачах решает. Вот. И вот в этом случае требуется комментарий, который описывает ситуацию, собственно, зачем тут такой код, зачем тут написано так или почему пришлось написать так. Вот. То есть, отвечает на вопрос, зачем и почему, то есть описывает либо существующую проблему, либо решаемую задачу. Важно понимать, что комментарии, целиком и полностью отвечающие на вопрос, что происходит в этом коде и как работает код, это бессмысленный комментарий. Вы должны писать на питоне так, чтобы что в нем происходит и как оно работает было видно на питоне. Самый лучший язык для описания того, как работает код на питоне, это питон. Если вы написали такой код, по которому непонятно, как он работает и что именно вы в нем написали, это не очень хороший код на питоне. Прям скажем. Вот. И желательно исправить сам код. Если так получилось, что вы реализовали реально сложный алгоритм, который реально замороченный и там действительно тяжело понять, что и как работает. Вот тогда и только тогда в качестве исключения, мы помним, что исключение подтверждает правило, в качестве исключения в комментарии, значит, разрешается писать ответ на вопрос, что и как. Вот очень простое минимоническое правило. В комментарии, если он есть, нужен ответ на вопрос, зачем и почему, то есть всякий раз, когда по вашему коду непонятно, зачем и почему, пишите комментарии. Вот. Понятное дело, что есть еще некие дисциплины разработки, которые предопределяют некоторые специальные специального вида технические комментарии, но в случае питона почти всегда эти комментарии технические специального вида уезжают в documentation string. Мы об этом поговорим еще немножко сегодня, немножко в разделе документировать. Старайтесь так, чтобы лучшим комментарий был код на питоне, но и вот. Про то, что строки документации играют роль не только комментариев и технических комментариев с важной нагрузкой, я уже сказал. Кстати сказать, раз пошел такой разговор, обратите внимание на то, что есть прекрасный модуль inspect, который позволяет комментарии вынимать из прямо кода и с ними работать. То есть, если вы пишете программу на питоне, не компилируете ее вот в этот самый промежуточный бойкот, а просто работаете с исходным кодом, из этого исходного кода можно программным образом, inspectом вытащить комментарии и с ним поработать. На этом свойстве питона были основаны очень старые попытки введения статической типизации аннотаций, когда еще не было синтактической поддержки этого в непосредственном питоне. Вот. Мы об этом говорили в прошлом семестре. Возвращаясь к Пеппу, комментарии. Тоже довольно странно, много всяких волшебных требований, например, ставить два пробела после точки в конце предложения, как в англосаксонской типографике. В общем, мне кажется, я сказал даже больше, чем в Пеппе. В Пеппе, в общем, ничего такого формального особого нет. А совет от капитана очевидность Гвида. Пожалуйста, изменяйте комментарии, если вы исправляете код. Я, кажется, вот хотел вспомнить байку, но не помню ее, поэтому рассказывать до конца не буду. Была история про комментарии, что в программе, частично написанной на ассемблере, внезапно встретился, вот я сейчас не помню, какая точность, короче, в комментарии было написано вот так вот, типа, ИСБрип и какое-то число там, 1700, что-то такое. Поскольку программа падала где-то в этом самом месте, и поскольку увидели слово RIP, решили, что вот это волшебное число связано с падением программы, вообще, что вот что-то надо с этим делать. Очень долго отлаживали, потом выяснилось, что разработчик оказался эрудированным человеком и узнал вот в этом числе дату смерти Иоганна Себастьяна Баха, о чем немедленно сообщил всему миру в комментариях в своей программе. Ну, в общем, так не делается. Гвида не очень любят комментарии в строке кода. В реально работающей программе, то есть программе, которую будут читать программисты и вы, действительно такая штука не нужна. Комментарии в строке кода нужны, когда вы вставляете реально пояснения к вашему коду. Ну, вот, как, например, наши примеры, как, например, примеры. Рассмотрим для примера, например, такие примеры. Как наши примеры к лекциям. Вот если вы пересылаете или пишете или публикуете какой-то код с целью, чтобы по нему было все понятно, что в нем происходит, вот тогда вы пишете комментарии в стиле что? Хотя это, кстати, в комментарии в стиле зачем? Да, это в комментарии в стиле, в стиле почему? Почему я увеличил x на единицу? Мне нужно вот, да? Вы пишете комментарии все-таки, все еще пользуясь стилем зачем и почему, да? Но пишите их прямо к каждому строчке, чтобы было понятно, что, вот, почему так. Вмеды их не очень любят. Строгие документации описываются вообще отдельным ПЕПом. Прямо отдельным. Про который мы поговорим чуть позже, если успеем, если не успеем, вы его сами почитайте. Так. Это старое-старое-старое ЦВС РЦС, которым мы не пользуемся никогда. Вот. Имена. Стиль оформления имен отдельная тема. Довольно развесистая. Ну, тут вводятся различные понятия. Однобуквенные. Lovercase. Lovercase. Underscores. Uppercase за главные буквы. Amperscase. Underscores. Capitalized Wars. Он же Camelcase. Вот. Mixedcase, в котором может начинаться на маленькую букву. Ну, и вот даже вот такие страшные. Тут сразу написано, что оно уродливое. Я тоже решил, что оно страшное, не глядя в правую часть. Ладно. Чего рекомендуется избегать? Лучше не использовать I и O, потому что есть шрифты, в которых I похожи на 1, а O на 0. Вот. Иногда еще L маленькая. Тоже, видите? Что за палка? А, кстати, оно еще непонятно. Может, это и не 1, может, это L маленькая. Вот это L маленькая, это и большое. Чувствуете разницу? Я нет. Вот. Возможно, на 1 пиксель отличается. Имена и модулей пакетов должны быть короткие и с маленькими буквами. Желательно как можно проще. Если это модуль написанный на внешнем языке, скажем, на C, он начинается на подчеркивание. Имена классов, скорее всего, удобнее использовать Capitalized Wars. Почему? Потому что, когда вы говорите про класс, как правило, это, особенно если это имена, если эти классы унаследованы, там, как правило, унаследованные классы обладают несколькими свойствами. Иногда хочется эти свойства описать, ну, или что-то такое. Так что Capitalized Wars. Вот. Глобальные переменные, они же, что, исполняют роль констант, которых в питоне нету. Вот тут написано, как имена функции, но... А, константы отдельно. Да, если у вас есть изменяемые глобальные перемены, то они примерно как функции устроены, просто функция call была глобальной переменной нет. Функции должны считаться правильно писать и с маленькими буквами, и подчеркиванием. Это как в C. Значит, обратите внимание, что всякие CamelCase и MixedCase для имен функций не рекомендуется, чтобы отличать одно от другого, на взгляд. Видите, маленькие буквы, это либо переменная, либо функция. Видите, маленькие буквы с подчеркиванием, скорее всего, функция. Если у вас есть константы, то есть такие переменные, которые не меняются, было бы неплохо их тоже отдельно поименовать, чтобы пользователь не думал, что они меняются. Ну, например, большими буквами назвать. Ну, про двойное и одинарное подчеркивание мы видели, что это даже не рекомендация, а некоторый синтаксический прием в питоне, поэтому все понятно с ним. Ну, и кажется, мы посмотрели. Вот. Тут чуть более подробные рекомендации. Значит, чего не делать. Не рекомендуется использовать так называемую венгерскую аннотацию. Про венгерскую аннотацию это стиль программирования, стиль именования переменных, при котором перед именем переменных вставляется еще префикс, относящийся к ее, ну, допустим, типу. Про эту историю, про венгерскую аннотацию я знаю небольшую байку, точнее историю. История стоит в следующем. Она называется венгерский, потому что чиф-программер, который изобрел эту аннотацию в Микрософте, был венгром. Венгерский язык считается одним из самых сложных, потому что он очень контекстно зависимый. Там одни и те же слова и даже словосочетания, в зависимости от того, в какой контекст они помещены, могут означать разное или являться разными частями речи или даже играть разную роль в предложении. Поэтому, как человек, владеющий таким языком, этот товарищ изобрел ситуацию, что если, например, у вас ваша типизация недостаточна для того, чтобы описать семантику применения вашей, скажем, переменной. Ну, допустим, вы примели переменную, как, не знаю, чар звездочка. Ну, чар звездочка и чар звездочка. А на самом деле это имя буфера. Именно имя, именно буфера. А другая переменная, чар звездочка, это сам буфер, в который складываются, значит, какие-то бантики. И смысл в том, что буфер-то это называется одинаковый, ну, допустим, терминал. Да? Но это абсолютно разные переменные, выполняющие разную роль. Вот их семантика должна быть как-то разработана заранее, ачив-программер, значит, изобретает свои собственные префиксы. И, допустим, терминал, который буфер, будет называться buf-терминал, buf маленькими, терминал большими. А терминал, который имя этого буфера, да, будет называться там name-терминал, name маленькими, а терминал большими. Или name-buf, ну, как-то так. Вот. И он попытался вести эту дисциплину в подвеностной ему команде разработчиков Microsoft. Поскольку он был довольно крутой ученый, и в этом смысле возглавлял сразу большую команду, а не просто был чиф-программером, там, десятникам отдельной команды, он роздал соответствующее указание руководителям команд, собственно, мелким руководителям разработки. Вот. Те ничего не поняли. И решили, что вот этот префикс перед именами переменных это просто тип. Только еще один вариант. Вот они изобрели, значит, типа int, chart, там, еще что-то, и попытались ввести такую дисциплину программирования, стало хуже. В общем, с тех пор венгерскую нотацию не очень любят, и она, в принципе, нужна тогда, когда у вас огромное количество в пространстве имен имен, и эти пространства имен нужно как-то упорядочить, как-то ввести в них какой-то порядок, да, а в них тысячу переменных. Вы помните, в Дау Питона сказано, что пространство имен хорошо, пускай их будет больше, и вместо, значит, венгерской нотации, вместо попытки упорядочить имена в пространстве имен руками, да, просто давайте сделаем больше пространства имен, и через точечку все будет хорошо. Вот. Все, я заканчиваю. Есть довольно много дополнительных рекомендаций, они достаточно прозрачные. Ну, например, у нас есть много питонов, по-хорошему ваш код должен работать на всех, потому что они работают не на всех, это не очень хорошо, да, в том числе не считайте, что если в Cipython все работает очень быстро, то там, допустим, в каком-нибудь Jiton тоже будет работать быстро, вот, но с другой стороны, если вы не рассчитываете использовать имен, это ваша дисциплина, хотя рекомендация такая, да, вот, ну тут много их, я, наверное, не буду их читать все вслух, они все, все такие, да, довольно много разговоров про known и true-false, не надо сравнивать с true-false, они и так сравнения, да, не надо писать, не надо спрашивать на равно, вот, когда вы сравните с known, пишите is known, is not known, ну и так далее. Читайте сами. Короче, хватит с нас, а то мы все время выжим на бла-бла. Так вот, к этому инструменту прилагается некоторое количество проверяльщиков, которые могут проверить код на питоне, сообразно этому самому пеп-8, вот, и не только пеп-8. Ну, давайте какой-нибудь флейк-8 задействуем ради интереса. Нету флейк-8, значит, давайте установим. Как видите, флейк-8 использует в качестве одного из своих плагинов P-Code Style, поэтому он, как бы, более внутренний, да, вот, ну, вот, вот, ну, чего, значит, давайте в каком-нибудь, вот здесь, вот, вот, вот у меня же тут есть программа на питоне, вот давайте посмотрим, насколько она хороша. Офигеть нехороша. Вот, как видите, в программе, которую я самонадеянно вывесил в интернете под названием «Игрушечный пример этого самого проекта на, семестрового проекта», 29 претензий со стороны, со стороны программы флейк-8, все из них, почти все ошибки, кроме вот... Вот, из них 26 ошибок и 3 ворнинга. Номат, значит, ну, как ошибок. Про ошибки мы поговорим чуть позже, но, как видите, код не очень хороший, да, значит, хотелось бы его исправить. Лишние пробелы в большом количестве, одна строка вместо двух, которая разделяет функции, да, недостаточные пробелы в арифметических операциях, опа, пробел в конце строки ненужный, нету пробела после запятой, ну, короче, такие вполне реальные претензии, вот, со стороны проверилки. Обратите внимание, что по-хорошему, это все хорошие, годные претензии. Гвида, в общем, плохого-то не посоветуют. Вот. И по-хорошему, конечно, надо код преобразовывать. Вот. Кстати, раз пошла такая пьянка, давайте попробуем PEP8 и FI. Короче, есть специальная утилита, которая может запиповосимифаить ваш код без вашего участия. Вот. Давайте попробуем это сделать. На самом деле, их довольно много, совершенно необязательно использовать именно эту, это какая-то старенькая. Но, я думаю, она тоже сгодится. Вот, пожалуйста, PEP8 и FI прям автоматически поправил все, что считал нужным поправить. Вот. Относительно семестрового проекта. Если ваша дисциплина программирования, а, кстати, я забыл прочесть одно из важных мест в PEP8, который говорит о том, что не меняйте код в соответствии с дисциплиной программирования, если вы его меняете только из-за этого. Готовый код, работающий, который вы не будете больше править. Или, ну, да, скажем так, или не предполагаете править сейчас. Не надо править ради того, в работающем, в работающем проекте, чтобы он соответствовал PEP8. Не надо так делать. Понятное дело, что в нашем учебном проекте мы будем делать именно так. Вот. Но, в общем, вот. Так вот, я хотел сказать еще вот о чем, что у PEP8, у Flake8, есть конфиг-файл. Давайте сходим на сайт Flake8 и почитаем этот конфиг-файл. Вот. В котором вы можете указать... А documentation у тебя есть? Да, вот. В котором вы можете указать, какие ошибки в вашей дисциплине оформления кода ошибками не считаются. Это довольно важно, потому что вы, например, можете договориться, что у вас там ширина экрана больше, или вся ваша команда договорилась ставить пробелы после имени функции. Вот тут Андрей говорил, что в GnuCodingStyle так принято. И это возбуждает соответствующее исключение, соответствующую ошибку при проверке Flake8, но вы можете в конфиге это дело убрать. Давайте попробуем найти конфиг. Flake8.config. Во. Во. Вот мы сейчас, сейчас возьмем и посмотрим, посмотрим, что он от нас хочет. Это тоже уберем. Давайте, ну, например, что это за 34? Блок коммент. А, понятно. Значит, оно считает, что это блок, блок комментариев. Мы пропустили это в Пепе. А это не блок комментариев, это загоментаренная строчка. Вот. Ну, давайте запретим, запретим, даже не знаю, что, что-нибудь, чтобы было видно. Вот Е251 давайте запретим. Это нехорошо запрещать, на самом деле это надо исправить. Ну, да ладно. Как это сделать? Надо взять файл, который называется .flake8. Вот. В текущем каталоге. И вставить туда секцию, которая, собственно, запрещает, запрещает... ignore. Какой мы хотели ignore? Так, это мы все убираем. Ignore мы хотели E251. Смотрите-ка. И ошибочек в старом сразу стало меньше. Значит, понятное дело, что это, ну, некоторый чит, но если ваша дисциплина программирования толкует вам, и вы об этом согласились в вашей команде, что так делать можно, значит, так делать можно, вы настраиваете файл 8-файл, чтобы файл не выдавал ошибок. Все остальные ошибки править. Немножко про хобоблинов. Я же обещал, что мы будем говорить про хобоблинов. Когда беды написал пеп 8, комьюнити немедленно повесила, значит, обвело это золотой рамочкой, повесила на стенку и начал писать модули типа вот тех, про которые мы сейчас говорим, которые проверяют кошерность исходного кода на питоне. И вот они пишут там я встретил букву и большое в имени переменной не используйте и большое гвида, гвида завещал не использовать и большое. Да? Я встретил там еще что-то. Короче говоря, вот то, что вы видели. Стали расти такие дисциплины программирования, при которых, значит, код, не прошедший пип 8, не принимался, скажем, в репозиторию или что-то такое. Гвинт пришел в ужас и сказал, что не, ребят, давайте вот не так, пожалуйста, ну, пожалуйста, значит, процитировал Эмерсона, вот, который толкует о том, что вот это вот как это слишком большая щепетильность, да, foolish consistency, это очень трудно переводимый на русский язык словосочетание, вот автор, который написал статью на русском языке, он это перевел как безрассудная согласованность. То есть, с точки зрения Эмерсона, который был, как известно, каким-то эзотерическим философом трансцеденталистского толка, с точки зрения Эмерсона, согласованность, то есть следование заранее отведенным канонам, это то, чего человек делать не должен. Человек должен довериться своему внутреннему чувству, открывать величие природы, вот это все самостоятельно, да, вот вы тоже должны довериться своему внутреннему чувству, открывать величие природы, просто величие природы должно открываться вам таким образом, что большая часть ПЭП-8 окажется правильной. Но, Но до тех пор, пока у вас нет чувства, что то, что вы делаете, это правильно, вообще говоря, пользоваться такой методичкой нехорошо. Соответственно, Гвидо пришел в воздух, сказал, не делайте так, делайте по-другому. Написал целую статью, она есть в конце ПЕП-8, на тему того, что, пожалуйста, главная наша цель – это эффективность, а не следование каким-то канонам. Ну, а Эммерсон говорит, слушайте, ошибаться – это хорошо, и быть непонятым – это тоже хорошо. Если все понятно, то жить неинтересно. Вон, Пифагора не понимали, и Сократа не понимали, Иисус не понимали, и Лютера тоже не понимали. И там большой список, кого не понимали. Это все нормально, когда вас не понимают. В общем, вот, значит, не пугайтесь этого дела, регламент не является стандартом, то есть стандарт не является регламентом, стандарт – это то, чему надо следовать, и регламент – это то, чего нельзя отклоняться. Что-то тут нет ничего про строки документации, а зря. Давайте мы все-таки сходим в 257-й ПЕП. Вот, значит, со строками документации довольно все просто. Вот, он гораздо меньше, чем 8-й ПЕП. Вот, у вас должно быть либо в онлайнер docstring, да, либо мультилайнер. Мультилайнер устроен прямо как git commit message, смотрите. В онлайнер, пробел, пустая строка, объяснение. Обратите внимание, что строки документации – это не комментарии. Они не отвечают на вопрос «Зачем и почему?». Они отвечают на вопрос «Как пользоваться функцией?». Это дополнительная информация для пользователей этой функции, или класса, или модуля, которую он, как вы помните, может прочесть. Ну, давайте мы даже, давайте мы даже… Не хочет. Ну, хорошо, давайте какой-нибудь другой, не знаю. У нас же есть наверняка какие-то модульные питания, да. Нет документации, там нет ни одной строки документации. Вот, отстой. Хорошо. Тоже нет. Вот я пишу программки, а. Неприятно. А, вот есть торнадо, да. А, торнадо программ на C вообще, да шо ж такое-то. А, вот. Вот, все, фу, отлегло. Да, значит, обратите внимание, что строки документации берутся из, берутся, используются, используются вашим, да, вот, вот эта строка документации. Ой. Да, сейчас. О, видите? Значит, строки документации берутся здесь, они доступны программно. В отличие от комментариев, они доступны программно всегда. То есть, это штука, на которую можно надеяться, что она присутствует в байт-коде питона. Она присутствует в байт-коде питона. Вот. И поэтому к оформлению строк документации могут предъявляться всякие другие интересные требования. Главное, что это не помощь тому, кто читает код, а помощь тому, кто пользуется кодом. Да? И тут вполне нормально рассказать, что делает функция, и как ею пользоваться. То есть, ответить на вопрос, что и как. Вот. Вот этим отличаются строки документации от комментариев. Ну вот, значит, ничего особого, ничего особого иного в требованиях строкам документации нет. Ну вот, разве что вот так вот можно делать. Единственное, что кажется, Гвида говорит, что вот эти вот пробелы по умолчанию стираются. Потому что иначе строки документации будут очень некрасиво смотреться. Да? Видите? То есть, по-хорошему, вот в этой строке, если бы она была не строкой документации, довольно много пробелов в начале. После каждого перевода строки. Вот они должны, по идее, как бы не учитываться. Вот от этого там есть целая статья. Ну вот. Кстати сказать, есть утилита, которая называется P-Dog Style, которая вам все расскажет про то, хорошо у вас строки документации или нет. Вот. У меня с этим все еще хуже, а вот в домашнем задании надо будет этим пользоваться. Давайте мы ее тоже запустим. Ну вот видите, она ругается на всякие штуки. Кстати сказать, PEP, вот этот 200 какой-то, который мы сейчас смотрели, строго рекомендует использовать исключительно тройные кавычки в качестве докстринга. Это удобно просто ради того, чтобы вы, на взгляд, отличали докстринг от чего-то другого. Ну и P-Dog Style, видите, активно ругается. Тут нету. Здесь должны быть три третьи кавычки. А у нас эти самые три квоты, да? Здесь тоже опять нету. Ну, короче, вот видите. Вау. Он что еще и по-английски понимает? Вау. Ну, короче, надо почитать. Обратите внимание, что он мне придрался к слову Дамми. Говорит, try refreasing. Шикарно. Вот тут была большая, большая, большой бла-бла разговор о стиле программирования. Давайте я его, видимо, отложу. Вернее, о плохих стилях программирования. Потому что он чисто такой по фану, да? У меня где-то был сайт. Сейчас. Нет, не отложу. Все-таки я найду. Просто я хотел подготовить новые примеры, но, к сожалению, новых примеров у меня нету. Ну, давайте попробуем поискать. Значит, идея вот еще идет о чем? Идея идет, разговор идет о том, что... Да, боюсь, что нету такого примера. Что довольно много всякого того, что вы можете сделать плохого с вашим исходным кодом, вы делаете самостоятельно, в полном согласии со всеми проверяющими исходного кода. Значит, из того, что попадалось мне, какие стратегии становятся неудачными? Слушайте, ну, я хочу найти макаронный код. Ну, окей. Значит, самый... Самый неприятный способ написать нечитаемый код, это так называемый спагетти или лапша. Ну, скорее спагетти. Спагетти код, это ситуация следующая. Вы написали программочку, хорошую, годную программочку на питании. Но она в одном месте падает. Вы ее отлаживаете, проверяете условия, при котором она падает, вставляете в это место проверку. Если такое условие, то, пожалуйста, не падать, а там обходить, сделать что-то другое. Запускаете эту программочку, в какой-то момент выясняется, что в другом месте она выдает неправильный ответ. Вы находите место, в котором она выдает неправильный ответ, обмазывайте его проверкой что если по ответ в этом месте неправильно пересчитать сделать правильно и вот в таком духе программируйте ну скажем так день в результате ваш код из 10 строк превращается в 100 из которых примерно 90 лишние потому что вы вместо того чтобы переформировать алгоритм доставляли туда костылей вот программирование это одна из немногих отраслей деятельности где костыли делаются из макарон вторая стратегия против которой я хочу вас предостеречь это программирование копипасты не смысле копипастить у товарища а смысле взять функцию и ее control c control v ну или y y больше p в смысле y вперед p как в вине старайтесь так не делать если вы видите что вы копипастить и код сами у себя чтобы воспроизвести какое-то поведение слегка по-другому перепишите ну во первых это питон в питоне как вы помните не явно динамической типизации один и тот же код отлично может работать с разными типами параметров а в случае если эти типы параметров все надо отличать ну проверьте типа отличите вот вообще программирование копипасты идет в разрез с понятием код reuse что в общем не хорошо не дай бог вам понадобится изменить алгоритм в одном месте а на самом деле выяснять что вы на копипасте людей для этого существует иерархия классов например чтобы реализовать соответствующий метод там где он реализованный больше не пили вот значит еще одна один соблазн с которым приходится бороться это написать код который весь в одну строчку вот дорогой python прок видите у меня не получается показывать возможно если нам хватит времени я подготовлю вот под этой части прям реальные примеры хорошо не сегодня давайте даже так сделаем я на этом месте заткнусь вас и подготовлю отдельный блок с примерами который будет длиться больше чем пять минут вас и если у нас будет время в нашем курсе про это расскажу или в следующий раз про это расскажу потому что рассказывать словами конечно бессмысленно давайте лучше сразу перейдем к заключительному кусочку лекции значит аннотирование мы помним что за недавнее время в питоне очень сильно развилась статическая типизация и вообще дисциплина аннотирования функций обратите внимание что пеп 8 никто не переписывал в пеп 8 ничего про аннотирование не написано совсем аннотирование целиком ложится на дисциплину разработки которые вы себе выбираете как конкретно касаемо домашнего задания то есть не так касаемо семестров проекта будет требование по аннотированию будет слегка заинфорсен а вот вот она значит требования по аннотированию будет цеха заинфорслен а вот из каких соображений да действительно аннотирование приводит к увеличению количества кода помните я говорил про лишние комментарии но в случае если вы пишете функцию или класс барс я не очень понимаю а ну конечно можно бар спрашивает как найти в куче файлов комментарии грепом извините это питон вот и все комментарии если это не питон язык программирования питон его комментарии начинаются с решетки вот это хорошие комментарии комментарии которые в конце строки их искать несколько сложнее я бы сказал сильно сильно сложнее но тем не менее вот кстати тут ни одного комментарии нет это все шибанги да в ваших семестровых проектов аннотированию подлежать функции которые вы повторно используете то есть если вы написали библиотеку а вы напишите библиотеку ну или модуль потому что на него придется делать тестирование в котором есть функции которые вы используете и эта функция предназначена для того чтобы дергать из других моделей на ней должен быть тест и она должна быть аннотирована понятное дело что если эта функция использует питонов скую парадигму динамической типизации и работает с параметрами различных типов то я не буду требовать жесткой аннотации вот всю вот эту вот вот эту вот машинерию с эйзер типов к про который мы немножко поговорили в прошлом семестре я требует не будет но если эта функция понятно какого типа параметр принимает и понятно какого типа возвращения возвращает значение то она должна быть аннотирована отдельной фишкой вашего проекта который вам зачтется будет использование полной статической типизации как в майпай то есть если ваш 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 вы если вы пишете модуль этот модуль внезапно компилируется майпай в бинарник то это может считаться отдельным использованием там фреймворка даже если в никого другого фреймворка вы не использовали все сами напоминаю что одним из требований одним из семестрового проекта является использование какого-нибудь фреймворка тут кстати не написано напишу вот значит нельзя написать на голом питоне вот исключение если вы написали на голом питоне что-то что с помощью майпай компилируется считайте что майпай то есть ваш файм вот что еще относительно требований к по стилю к вашему семестровому проекту не флейк не педок стоял не должны выдавать вообще ошибок если вы хотите писать в противовес флейка настройте флейк таким образом чтобы он не ругался на вашем на вашем вот собственно все это требование к семестровому проекту не так это требование к аннотациям по семестровому домашнее задание вы регистрируете совместный проект вот такой в котором должно быть больше вас справиться вы должны за неделю тех кто за неделю не справится пишут мне сообщение кубличку и я вас поженю на ком попало но имейте ввиду что именно на ком попало это плохая тема лучше вы сами договорились оставляем заявку здесь я долго думала решил что заявки мы оставляем на source хате они насос мне на гитхабе вот заодно посмотрю насколько удобно работать с тикетами здесь в заявке вы указываете всех участников проекта вот ссылку на гид репозиторий кстати не написано а а ну понятно ссылку на гид репозиторий до ссылку на гид репозиторий с проектом вот и значит ваши точные идентификационные данные чтобы можно было понять кто это за человек и ваши ники потому что иногда бывает непонятно кто под каким ником работает поясняю можно кооперироваться с другими курсами другими людьми не учащимися на факультете вообще с кем угодно оцениваться ваш индивидуальный вклад в вклад в проект то есть он не обязательно вы должны там если вы там из группы 321 все должны быть из группы 221 в решение домашнего задания входят две под задачки одна маленькая другая большая вы должны написать постановку задачи примерно сейчас скажу в каком стиле вот вот примерно в этом стиле постановка задач как видите я уложился в одно предложение в вашем случае вы тоже уложить в одно предложение если только в постановку задачи не будет входить нечто что заменит вам интерфейсной модели об этом разговор чуть впереди если вы пишете гуи вот хотите на такой интер хотите на чем угодно в решение нынешнего домашнего задания должна входить интерфейсная модель вот моя интерфейсная модель как видите она достаточно детализованная в вашем случае если вы хотите написать большой проект и там будет много 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 кнопочек детализации там до каждой кнопочки не нужно вот но чтобы из вашей интерфейсной модели было понятно две вещи во первых как вы собираетесь решать эту постановку задачи вот и во вторых какой будет объем работ исходя из постановки и решения если вы пишете не гуй то есть если вы пишете какую-то свою собственную разработку не имеющий отношения к вот вот этому всему бога ради никто не запрещает значит надо просто чтобы вот в вашем проекте встречалась все вот это вот значит соответственно если у вас нет интерфейсной модели как таковой вот все равно какая-то модель должна быть то есть там какие-то блоки какие-то отдельные компоненты скажем вы пишите что-то клиент серверная значит есть клиент который что-то делать сервер как тот что делать и как-то они взаимодействуют короче говоря какая-то картинка быть должна эта картинка не обязана быть нарисована в редакторе вы можно рисовать от руки бумажки неважно главное чтобы я понимал объем работ и что собственно задача вы решаете вот с очень коротким описанием чего в этом интерфейсе происходит фактически интерфейсная модель это то что увидит пользователь как он с помощью чего он будет решать свою польскую задачу вот постановка интерфейсная модель и начать в вашем проекте сразу соблюдать стили программирования то есть приучиться запускать флейк и пыток стал и в случае если вы придумаете какие-то отклонения от значит стандартного 3 стандартных требований пеп 8 зафиксировать их в настройках соответствующих утилит проверки у нас будет разговор про автоматизацию про такой аналог мэйк файлов в питоне и вот там мы автоматизируем эту проверку я ее буду выполнять при когда будут проверять ваши задания все значит на этом поскольку мы выпустили вот этот кусочек я обещаю сделать его отдельно выпустили этот кусочек из рассмотрения у нас лекция закончена если есть какие-то вопросы прямо сейчас в онлайне задавайте их в онлайне если есть какие-то вопросы про семестровые проекты задавайте его в чатике эти вопросы вот еще раз напоминаю что предпочтительно разбиться на группы самостоятельно потому что если буду делать это я это будет бессмысленный беспощадный рандом жду вопросов если они есть если вопросов нет то на сегодня все мы в следующий раз гораздо больше будет у нас питона вот чем сегодня потому что там темы чисто инструментальные но про стиль я должен был рассказать и я это сделал все тогда всем спасибо до следующих встреч следующий раз разговариваем я так думаю про видимо тесты или про документирование я еще не знаю хороший вопрос где посмотреть хороший код как нужно писать ответ очень простой заходите на сайт документации питона практически любой и внезапно видите что к документацию по питону прилагается ссылка на github с исходным кодом практически любой модуль возможно вам имеет смысл поглядеть на новые модули но в принципе почти любой модуль выглядит так что его как это берем в разделе модуль вот например старый очень модуль регекс очень небольшой как это не странно а я думаю что он пользуется каким-то подковерным подковерной реализацией носить он пользуется лака нет он не вижу не вижу ну в общем вот так что ответ на вопрос как правильно писать на питоне очень простой большая часть модулей написаны на питоне написаны правильно еще вопросы вопросов больше не вижу тогда все до следующих встреч в следующий раз уже как бы у нас много технических подробностей всем спасибо